Мамочка, упадает! Офигеть! Так многотонный кран, что называется, снесло ураганным ветром. Очевидцы происшествия эмоции не сдерживали, а жильцы пострадавшей многоэтажки осторожно делали прогнозы. Завтра может пустить, говорит. А сейчас нет, за вещами только. Говорят, и кран сейчас может переломиться. То есть люди боятся, что ли? Ты что, не боёшь? Ну, а закрыли же всё. Мне обходить надо вот на ту сторону, чтобы пройти в дом. Если он сейчас переломится, он уже всё порежет. В момент падения в кабине находился крановщик. Шли строительные работы. Мужчина самостоятельно выбрался из техники. У него закрытый перелом ключица. Других пострадавших не было, если не считать тех, на чьи квартиры упала башня. Вот с той стороны квартира моего товарища, короче, Ну, вот она больше всех пострадала, потому что там стрелой, короче, просто её прошило, короче. Там ни потолка нет, ни пола умерла. В результате падения была повреждена облицовка дома, а также три балкона на 14 и 15 этажах. Досталось и припаркованному автомобилю. Сейчас на месте обрушения развернут оперативный штаб МЧС. Часть дома расселена. Проводится обход жилых помещений. К настоящему времени пострадавших в жилом доме нет. Причина происшествия устанавливается. На месте ЧП сейчас работают спасатели и представители застройщика. Последние решают вопрос о восстановлении пострадавших квартир. Слава Тухмадулин, Айрат Назипов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова